Германия готовится к смене правительства. Уже в среду присягу примут канцлер и новые министры, в том числе и новый главный дипломат страны Хайко Маас. Кто он и следует ли ожидать изменений во внешнеполитическом курсе Германии? Ответы на эти вопросы от Татьяны Лагуновой. Ключевое министерство Германии иностранных дел готовится к переменам. В следующую среду главный кабинет в этом ведомстве займет новый руководитель Хайко Маас. В МИД он переедет из Минюста, здание которого находится на соседней улице, буквально в пяти минутах ходьбы. И его назначение на эту должность один из самых больших сюрпризов нового правительства. В процессе формирования коалиции за пост главного дипломата боролись совсем другие политики. Сначала это кресло планировали отдать сопернику Ангелы Меркель на выборах и лидеру социал-демократов Мартину Шульцу. Но резко против выступил министр действующий Зигмер Габриэль. И Шульц, чтобы спасти партию от политических дрязг, взял самоотвод. Партия же решила наказать Габриэля и не нашла для него места в новом кабинете. Сегодня моя последняя официальная встреча и последняя пресс-конференция на международную тематику. И я рад, что провожу ее с хорошим другом Германии. Во время этой же пресс-конференции с министром иностранных дел Восни и Герцеговины Габриэль от журналистов узнал имя своего преемника. Если это так, и министром иностранных дел станет Хайко Масс, то я думаю, он отлично справится. У меня тоже все хорошо. Удачи и до свидания. Хайко Масс, будучи министром юстиции, демонстрировал дипломатическое мастерство и четкую позицию. А еще он занимается триатлоном, а значит вынослив, что очень важно для министра иностранных дел. Серьезные конфликты быстро не решаются, а он знает, как распределить силы, чтобы достичь цели. Сам Масс на международные темы пока особо не высказывался, так что пресс-конференцию будущего министра. Журналисты тут с особым нетерпением.